Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 21 сентября, предлагаю для рассмотрения валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, по которым снижение все еще ожидается и вероятно вскоре продолжится. А также пара доллар-иена, которая продолжает снижаться, цели прошлого обзора были достигнуты, и это движение все еще может быть продолжено. Итак, евро не реализовал сценарий прошлого обзора, ожидаемый рост не состоялся. Начав умеренно расти в рамках прогноза, пара остановилась на полпути к цели в районе уровня 1.1905, после чего начала снижаться, уйдя ниже поддержки и разворотного уровня, и была остановлена на уровне 1.1735. После чего состоялся отбой, и цена снова выросла к уровню 1.1868, где встретила сопротивление и возобновила снижение. Очевидно, что общая картина говорит о том, что в паре наблюдается торговля в рамках флета без определенного направления, тем не менее невозможность возобновления полноценного роста может свидетельствовать о вероятной смене направления и продолжении снижения после окончания текущего диапазона. На актуальном графике уверены тест уровня 1.1868 и консолидация под ним с последующим отбоем, говорит о наличии сильного сопротивления. Не исключена попытка повторного ретеста этого уровня, откуда в случае отбоя пара направится к локальному минимуму с первой целью в районе 1.1735 и потенциальным проходом до 1.1698. Альтернативный сценарий предполагает рост в район разворотного уровня на 1.1905, выше которого вероятность восходящего движения станет больше. Очередной сценарий со снижением британского фунта пока не отработался, целевые уровни пока не достигнуты. Тем не менее, ожидаемая восходящая коррекция к сопротивлению на 1.2994 уже состоялась. Похоже, пара подтверждает этот уровень, поскольку цена несколько раз пыталась его пройти, а в последующем отбилась от него. Очевидно, что восходящая коррекция состоялась, но продлилась несколько дольше ожидаемого. Тем не менее, предположения о нисходящем движении все еще актуальны. Сейчас локальная коррекция, похоже, подошла к концу. Возможен очередной, но необязательный РТС сопротивления на 1.2994, откуда снижение, скорее всего, продолжится. Ну и вот на актуальном графике на данный момент окончание локальной восходящей коррекции подтверждено формированием базы под уровнем и состоявшимся от него отбоем. При продолжении этого нисходящего движения пара нацелится к новым локальным минимумам с ближайшими целями в районе уровней 1.2667 и 1.2581. Отмена текущего сценария и сигнал на вероятное углубление восходящей коррекции будет получен при росте выше разворотного уровня на 1.3119. Ну и японская иена, которая все-таки вырвалась из флета, исполнив ожидаемый сценарий, с момента прошлого обзора пара, начавшаяся снижаться, продолжила импульс и достигла сначала первый целевой уровень на 105.06, после чего потенциала движения хватило и на достижение второй целевой точки на 104.39. В настоящий момент пара опустилась даже ниже этого уровня. Очевидно, что нисходящее движение продолжается, но необходимо указать, что вероятность снижения пары подходит к своему завершению. Тем не менее, пока можно ожидать еще одну волну нисходящего движения, после которого можно начинать ожидать разворотного роста. Ну и вот, как видно по актуальному графику, сейчас возможен локальный коррекционный рост к ближайшему сопротивлению, который ожидается на 105.06. Подтверждением намерения на снижение станет уверенный отбой от этого уровня, в противном случае пара просто продолжит снижение к этому уровню. В этом случае пара уже сформирует нисходящий импульс, который нацелит ее в район нового локального минимума с целью на уровне 103.23. Отмена сценария состоится при росте выше разворотного уровня, расположенного на 105.73. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тегмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.